В семейном архиве Сергея Шубинского множество черно-белых фото, которые хранятся особенно бережно. Для него они как добрая память об отце. Для остальных раритетные снимки, которые сделаны легкой рукой мастера стоп-кадра, фотокорреспондента газеты «Северский рабочий» Михаила Шубинского. Была серия открыток по Уралу. Вот эта фотография, правда, цветная, пошла в эту серию. Ну, большая была. Издание было в Свердловске, а потом где-то еще. Ну, многим нравится. Вот фотография очень интересная. Сергей Шубинский вспоминает, как отцу легко удавались интересные ракурсы. Для удачного фото он мог без труда залезть на высокое дерево или протиснуться сквозь толпу, чтобы потом в любимой газете «Северский рабочий» появился самый лучший снимок. За вот несколько лет держал, тогда, по Союзу, знамя передовое. Вот это, ну, самое, Ельцин вручает это знамя танцовую. Все детство Сергей Шубинский провел в фотолаборатории отца. Он любил наблюдать, как тот работает с негативами. Даже в свободное время Михаил Михайлович носил в кармане маленький фотоаппарат «Зоркий», чтобы успеть запечатлеть интересные кадры. Не так давно Сергей тоже начал снимать. На его счету уже несколько качественных фотографий, на которых заметно творческое зерно, заложенное еще отцом. Вначале с северского точку смотришь, допустим, Красная гора, там есть лысое место. Туда надо утром рано прийти, потому что, чтобы свет освещал березовую рощу и весь Северск с востока. Ну и видно, вот видите, видно самую реку Чусовую. И вся панорама нашего города, вот, да, от майка и до высокого столба. Судьба сложилась так, что семья Шубинских стала частью истории северского рабочего, который на протяжении 60 лет рассказывал о жизни работников городобразующего предприятия. Юбилей любимого издания – хороший повод для теплых слов. Хочу поздравить северский рабочий с юбилеем. Ну и, конечно, также продолжать держать свою марку. Сейчас газета стала еще интереснее, цветная выходит. Я ее всегда просматриваю. Ольга Демьянец, Константин Миронов. Новости нашего города.